Приветствую вас, господин Генеральный секретарь. Хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время приехать в Беларусь и познакомиться с современной Беларусью с сегодняшнего дня. Ваш визит еще важен потому, что волею судеб, может быть, как вы говорите, от Аллаха это все идет. Мы оказались в одной лодке и абсолютно не сожалеем об этом. Нас пытаются оболгать в средствах массовой информации. Мы это понимаем, мы люди опытные, идет информационное противоборство, может быть, даже с элементами информационных войн. Тем не менее, мы и санкции, и прочее давление пока выдерживаем. Иранский народ совсем недавно пережил большое несчастье. Погиб ваш президент, но вы мужественно прошли этот период. Вы избрали нового президента. Я вас поздравляю с этим и хочу, чтобы вы передали вашему президенту, что мы ждем его в Беларусь. Я вас очень прошу, чтобы передавая мои пожелания, поздравления нынешнему новому президенту, я бы очень хотел, чтобы вы не забыли передать мои самые теплые приветствия духовному лидеру Ирана, господину Мухаммени. Мы очень давние друзья и хорошо знакомы с ним. И то много-много лет. Передайте ему самое теплое поздравление и здоровье. Во время, господин секретарь, острой военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, у границ Беларуси, в этом европейском регионе, а вы серьезно втянуты в конфликт на Ближнем Востоке, нам не просто консультации нужны, нам нужны совместные действия с вашей страной. Мы движемся к многополярному миру. Это будет очень непростой путь, и к нашему счастью, и в Иране, и в других странах это хорошо понимают. Очень серьезно набирают обороты такие организации, новые организации, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества членами полноправными, которые мы недавно стали. И я хочу в этой связи поблагодарить Иран за ту колоссальную поддержку, которую вы нам оказали при вступлении в ШОС. В этой сложной ситуации противостояния на первый план выдвигаются вопросы безопасности. Но согласитесь, что безопасность будет тогда эффективной, когда работает экономика, когда между странами торгово-экономические отношения очень серьезные и динамично развивающиеся. Мы видим постоянный прирост торговли между двумя странами, и самое главное, нам не допустить замедления в торгово-экономических отношениях, потому что это основа, это фундамент наших действий, наших взаимоотношений. Я еще раз подчеркиваю, мы ждем вашего президента, и если вы примете решение о визите президента Ирана в Беларусь, нам надо очень серьезно подготовиться к этому визиту по всем направлениям. И экономика, и торгово-экономические отношения, и безопасность, и военно-техническое сотрудничество, запрещенных тем, как я понимаю, между нами нет. Главное, господин секретарь, я хочу, чтобы вы понимали, Беларусь всегда была надежным партнером Ирана, и мы готовы достойно пройти свой путь. Я очень рад посетить с вами. Я изучил историю о ваших посетях с иранскими руководствами в ходе вашего визита в Иране, когда наши демократы посетили вашу сыну, а также ваша встреча с духовным лидером Ирана, и какие рекомендации после этой сети духовный лидер дал иранским руководствам. А сейчас, позвольте мне предать вам теплый привет от духовного лидера Ирана, а также нынешнего президента Ирана. Также хотели бы выразить свою благодарность за участие вашей делегации на церемонию инаугурации нового президента и также по посыланию свободы и звание по свечению смерти нашего президента.